Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» завершил свой последний полет. «Прогресс МС-15» отстыковался от модуля «Пирс» Международной космической станции. Затем в корабле был запущен маршевый двигатель на торможение. После чего грузовик сошел с околоземной орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Незгоревшие фрагменты упали на кладбище космических кораблей в несудоходном районе южной части Тихого океана. Новым перевозчиком грузов на космическую орбиту станет корабль «Прогресс МС-16», запуск которого на МКС запланирован на 15 февраля. На Сахалине двоих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщили в ГУМЧС России по Сахалинской области. Невзирая на многочисленные предупреждения МЧС об опасности выхода граждан на лед, двое мужчин отправились ловить рыбу в районе села Заозерное Макаровского района. Порыв ветра оторвал от берега льдину, на которой находились рыбаки, и унес ее в открытое море. Самостоятельно выбраться мужчины не смогли. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вызвали рыбаков. Мужчина смотрели медики, их жизни ничего не угрожает. Фудблогер Аслан Габуев из Владикавказа и уже около года готовит блюда для всех нуждающихся в Северной Осетии. Продукты блогер приобретает на собственные средства и чаще всего готовит мясные или блюда из птицы. На данный момент в инстаграм-аккаунте блогера 125 тысяч подписчиков. Его он ведет для души, работает в фармацевтической компании. Также мужчина сотрудничает с благотворительными организациями, через которые и находит нуждающихся. Сотрудники Росприроднадзора изъяли в Санкт-Петербурге молодую львицу, на которую у хозяйки не было соответствующих документов. Владелица использовала дикое животное для личного заработка с помощью фотосессий. Изъятую шестимесячную львицу доставили в Центр реабилитации диких животных «Велес» Ленинградской области. В данный момент животное находится на карантине. Трехмесячный субантарктический пингвин Алекс стал первым представителем своего вида в Мексике. Пингвиненок – плод многолетних трудов специалистов, которые тщательно создавали условия, максимально приближенные к антрактическим. Зачатие Алекса, запланированное биологами, произошло в сентябре 2020 года, когда отец завоевал расположение матери пингвина, подарив ей в тот день камень. Цели к безопасности Алекса содержат отдельно от сородичей, так как процесс оперения птенца еще не завершен. В селе Потелищ Львовской области медленно разрушается старейшая на Украине деревянная церковь Святого Духа. В храме протекает крыша, и он нуждается в срочной комплексной реставрации. Средства для восстановления планируют найти в областном бюджете, а также привлечь деньги из других источников. Исторический памятник был построен в 1502 году и входит в список наследия ЮНЕСКО. Субтитры создавал DimaTorzok